Добрый день, уважаемые участники, уважаемые слушатели. Мы, как вы знаете, регулярно проводим онлайн-дискуссии по актуальным темам международной повестки дня. И сегодня у нас на повестке тема, связанная с итогами саммита ЕС, который проходил рекордное количество дней с 17 по 21 июля. Тема нашего сегодняшнего эфира звучит следующим образом. Один поезд – поезд разной скорости вагонов. Итоги саммита ЕС. Сегодня мы с нашими экспертами Александром Раром, политологом, научным директором Герман-Российского форума, Андреем Джанотти, директором Института евразийских исследований и профессором университета МГИМО и университета ПИЗы, и Тимофеем Вячеславовичем Бордачевым, научным руководителем Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, обсудим итоги этого саммита, кто в итоге остался в выигрыше, а кто все-таки нет и кому придется, так скажем, затянуть пояса на ближайшие годы, обсудим то, почему этот план вызвал резкую критику большинства евродепутатов, оказалась ли Великобритания в плюсе от итогов саммита, покинув ЕС незадолго до его начала, а также мы затронем тему Восточной Европы и позицию стран Восточной Европы, в том числе проект Раимори, который затевает Польша. Помимо этого, будем признателем нашим экспертам, если они смогут дать свою оценку тому, насколько сильно сказался коронакризис на экономике стран, которые они представляют, будет ли вторая волна, ожидается ли она, и как реагируют обычные люди, население ваших стран на эти события. Уважаемые участники, регламент наш сегодня таков. Сначала мы послушаем трех экспертов, выступления будут по 15 минут, и далее вы сможете задать ваши вопросы, сделать короткий комментарий, и просьба выключать микрофон на время выступления и представляться, когда вам будет предоставляться слово. Большое спасибо нашим экспертам, что согласились сегодня принять участие. Александр Рар, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Дарья, спасибо, что вы меня пригласили. Я думаю, тем и вопросов очень много. Давайте я в них всех с удовольствием поучаствую, но вначале просто, я думаю, надо такое вот общее такие замечания сделать по самому саммиту, как он произошел. Вы помните, что несколько недель тому назад французы и немцы предложили создание финансового пакета в размере 500 миллиардов евро, именно для помощи нуждающихся государствам, в частности Италии, Испании, ну и другим странам, членам Евросоюза, которые больше всего пострадали во время коронакризиса. Ну а Еврокомиссия во главе с Урсулой фон де Лайн добавила в этот пакет еще 250 миллиардов евро. Таким образом, общая сумма помощи составляет 70-50 миллиардов евро, но она еще будет расти. Это гигантская сумма, она будет потрачена в ближайшие 2-3 года на укрепление экономических структур Евросоюза. Главная цель, и это может быть вот главное, что надо подчеркнуть, почему это все делается, главная цель не дать развалиться Евросоюзу, а он разваливался. Такая опасность была. Все понимают, что Евросоюз держится прежде всего за счет экономических связей. И если хотя бы одна из стран, членов ЕС, обанкротилась бы, как это чуть не произошло, с страной Италии, то эта страна потащит за собой весь Европейский Союз, и тогда члены Евросоюза просто разбегутся по своим национальным квартирам. Вот такая ситуация складывалась в марте, в апреле, и очень испугались. Поэтому так важна сейчас для европейцев, во всяком случае для европейских элит, тема солидарности внутри ЕС, чтобы совместно, именно совместно попытаться выйти из кризиса. Конечно, ужасает эта гигантская сумма 750 миллиардов евро. Во многих случаях это даже не кредиты, а некий дар со стороны сильных государств слабым европейским странам, которые, по сути, бесконтрольно могут использовать эти средства до собственных нужд. Хотя и сказано, что их будут контролировать, но не будет никакого контроля, как это было приписано при кредитах, которые были выданы в свое время Греции, чтобы не произошел Греции после финансового кризиса 10 лет тому назад. Все вызывает это недопонимание внутри некоторых сильных государств, которые будут полагать, что за их счет кормят более слабые, бедные страны. И вообще нужно сказать, что это большой экзамен на солидарно всех европейцев между собой. Никто себе не задает главный вопрос, а как же мы будем возвращать все эти долги. А сумма эта ложатся тяжелым временем на следующее поколение, на наших детей, внуков. Естественно, предвидится некоторая инфляция, цены будут расти по всей Европе, это точно. Уже это чувствуется. Многие люди не смогут себе больше позволить тот уровень жизни, который они имели до коронавируса. Политикам это понятно, но другого выхода из ситуации они не видят. Единственная альтернатива – это то, что я сказал в начале, как было в марте, что каждая страна занимается только своими проблемами. Германия тогда, я думаю, теоретически смогла бы выйти из кризиса успешно. Вы спрашиваете, Дарья, кто победитель и кто проиграет в этом кризисе. Я думаю, Германия – одна из тех стран, которая могла бы стать победителем. Но сейчас Германия обязала себя заниматься всей Европой, спасать всей Европы. И тут возникает очень много вопросов, сможет ли Германия взять на себя такую чажесть, такое время. Поэтому саммит в Брюсселе, на мой взгляд, действительно имеет историческое значение. Как это писалось в средстве массовой информации, некоторые страны выступали, будут выступать в будущем против такого гигантского пакета помощи. В частности, это Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция и Финляндия не хотят, чтобы деньги их налогоплательщиков просто ушли в Италию, Испанию, Грецию и так далее. Но руководство Евросоюза, конечно, будет делать все возможное, чтобы продвинуть этот исторический финансовый пакет спасения Евросоюза. На постоянных компромиссах, выламывание рук за кулисами уговоров и даже шантажа. Но спасают же Европу. Более того, Евросоюз намерен использовать часть этих средств, вот это такая тоже интересная тема для обсуждения, для создания совершенно новой зеленой экономики внутри Европы. До 2050 года все страны, члены ЕС, должны отказаться от нефти, газа, атомной энергии, угля и перейти на альтернативные возобновляемые источники энергии. Для стран, которые не входят в Европейский Союз, это кажется какой-то жуткой утопией. Но здесь на полном серьезе это обсуждают. И вкладывают тоже во все бюджеты и проекты Евросоюза. Таким образом, всему миру Европа хочет показать новую такую модель, по которой, как кажется руководством Евросоюза, должно развиваться человечество в 21 веке. А для чего? Для спасения климата, чтобы перестановить потепление планеты, выбросы в атмосферу ядовитых газов, восстановить, чтобы будущие поколения могли нормально жить на нашей планете. Это во всяком случае говорится. Но говорится также, что Европа хочет создать свои собственные технологии, зеленые технологии, которые она хочет за большие деньги продавать другим странам, в том числе и России, и Китаю. И этим сам зарабатывать, конечно, в будущем. И во всяком случае не быть зависимым больше от поставки традиционных энергоисточников. Вот эти интересные, с моей точки зрения, важные процессы, так называемые, я ее назову, экологические революции, они тесно связаны тоже с коронавирусом, с выходом от него, и как это Европа для себя это представляет. Специалисты по климату предоставляют ужасных последствий от потепления климата. Вы это знаете, говорят об ураганах, наводнениях, продолжительной засухи и так далее. Правда, в Германии или в Европе это все в этом году не чувствовалось. Но зеленая революция продолжается. Говорят, что она не остановится. Многие эксперты сомневаются, конечно, что внутри Европы все страны готовы будут вкладывать эти гигантские суммы на отказ от традиционных источников энергии, особенно Польша, которая по-прежнему ставит на свой уголь. Но вот этот аспект нельзя забывать просто в нашей дискуссии. Некоторые другие страны, желающие достичь европейского уровня развития, не хотят экспериментировать, боятся тормозить свой экономический рост и не будут экспериментировать. Да и в Америке, как главный рынок и партнеры Европы, пока что еще, я сейчас тоже не вижу стремления выйти на экологическую чистую зеленую экономику. Кроме того, Китай и Индия, быстро развивающие мировые экономики, весьма далеки от зеленой энергетики. Поэтому впереди нас ожидает еще много конфликтов в этой области. И один из конфликтов, который тоже нужно упомянуть, это не столько разлад Европы на север и юг, богатый север и бедный юг, сколько на восток и запад Европы. Тут тоже большая трещина. Я вот читаю, мы это все знаем, что европейцы, когда выдавали громадные деньги, сказали, что деньги будут выдаваться только тогда, если демократия будет обеспечена во всех странах Восточной Европы. А мы знаем, что в Польше и Венгрии появились проблемы на этот счет. То есть, с точки зрения Германии, Франции и Старого Запада. Но не смогли ввести вот такие штрафные механизмы в этот общий пакет, в общую политику Европейского Союза, чтобы действительно контролировать эти страны. Поэтому, вы знаете, заканчивая свое выступление, я сказал бы так. Я не знаю, как будет развиваться Европейский Союз. Я думаю, что начнется сейчас большой дележ, денег, которые есть. Каждый будет пытаться обеспечить свои аппетиты, реализовать свои аппетиты. Это будет очень трудно, трудоемко. И где-то тоже очень тяжелый момент испытания для солидарности в Европейском Союзе. Проблемы здесь еще далеко не закончены. Но в то же самое время, объективно и ради, нужно сказать, что для госпожи Меркель, она у себя так выступает, что если бы Германия не пошла бы на именно создание общего финансового механизма для всей Европы, на эту долговую яму, в которую сейчас Европейский Союз попадет, то, по ее словам, европейское будущее было бы под большим вопросом. И поэтому она себя видит сейчас в конце своей карьеры, свое канцерство, которое заканчивается в следующем году, как некая спасательница Европы. Спасибо за ваше внимание. Спасибо большое, Александр, за ваши оценки. Передавая слово нашему следующему эксперту Андрею Джанотти, хотела бы у вас поинтересоваться. Андрея, во-первых, согласны ли вы с мнением Александра по поводу ситуации, которая сложилась по итогам саммита? Как лично вы видите итоги и какова позиция Италии вообще по данным вопросам? Буду признательна за ваше мнение. Вам слово. Спасибо. Слышно меня, да? Да, слышно. Так, во-первых, спасибо большое за приглашение. Это, конечно, очень интересное обсуждение, интересная дискуссия, как все те, значит, организованные фону Горчакова и лично заместительного директора Дарьи Андреевны Лябановой. Поэтому спасибо тебе и поздравляю тебя с этим очередным успехом. Я, честно говоря, соглашусь полностью с сказанными Александра словами. Я хочу сказать, что мы здесь не в качестве представителей той или иной страны, но как наблюдатели, как научные, так сказать, обозреватели. Поэтому нам стоит просто анализировать ситуацию без, так сказать, притяжения со стороны той или иной страны того или иного государства. Я полностью согласен, особенно касательно того, что победителем всей этой последней фазы оказалась фрау Мякель. Германия в целом, но в частности, это личный вклад в бундесканцлерен и ее правительство. Это очевидный момент, мне кажется. И скажу даже больше, без ее влияния, без ее вклада, без ее авторитета, скорее всего, ситуация сложилась бы по-другому и гораздо-гораздо хуже. Для всей европейской системы. Это не только потому, что Германия на самом деле является центром Европы с точки зрения экономики, с точки зрения населения, с точки зрения промышленной силы, но действительно потому, что Берлина и Мякель, в частности, оказались переломным элементом в этом непростом европейском балансе. С другой стороны, я хочу сказать, что, я как раз об этом уже говорил несколько раз, кризис ковида может стать поводом для серьезного преобразования европейской системы в целом. Это касается и возможного перехода, как Александр уже сказал, на зеленую экономику. Я еще раз с ним согласен, касательно того, что это занимает относительно длительного времени. Но, тем не менее, все индикаторы и экономические, и экологические доказывают, что это уже неизбежно. То есть, с точки зрения реализации нового экономического курса, с точки зрения реализации социального курса, так называемого, переход на зеленую экономику, это уже неизбежно. И действительно, ковид может стать, или должен стать возможностью в этом направлении. С другой стороны, преобразование должно касаться институционально-политического механизма, и неизбежно-политического механизма, и европейского. Потому что стало понятно, что в рамках такой организации, такой системы, где есть в данный момент 27 стран, и, так сказать, всего в порядке 500 миллионов граждан, то есть та маленькая или средняя страна, или другая маленькая или средняя страна не может держать как заложников большую часть европейского населения и европейских правительств. И именно это то, что как-то произошло, когда премьер-министр Голландии, Гутте, он как-то вот так настойчиво настаивал на то, чтобы европейская поддержка была дана только условиями и так далее, и так далее, касательно контроля. Я думаю, что преобразование должно состоиться и лозунгами этого возможного преобразования. Я бы назвал два слова. Это, конечно, солидарность, про которую уже господин Га говорил, и вместе с этой солидарностью еще и ответственность. Потому что я не скрываю, что некоторые замечания, сделанные премьер-министром Гутте, не совсем ошибочные, то есть основа есть. Потому что неоднократно, к сожалению, мы наблюдали случаи, когда европейские ресурсы или национальные бюджеты были организованы не совсем эффективно. И с точки зрения, значит, расходов, и с точки зрения, так сказать, времени их употребления. И поэтому для достижения целой европейской действительно интегрированной системы, вот надо, чтобы, это понятно, что не все страны находятся в одних и тех же условиях, что социально-экономические системы истории Италии или Дании или Польши или Португалии, они совершенно разные. Но, тем не менее, без пути, без воли, все-таки все больше и больше тесной интеграции и гармонизации всех этих систем, ну, конечно, никакого будущего серьезного для европейского проекта я не вижу. Но на самом деле это было уже предсказано самыми основателями европейского сообщества в то время, затем Европейского Союза. То есть это не просто какой-то союз между независимыми странами, это независимые страны, которые отдали часть своего суверенитета этой межгосударственной организации, но для постепенно, поэтапно, все-таки более тесной интеграции. И тут вот возникает очень серьезный вопрос. Сказайте, на адекватности нынешних европейских трактатов для сопротивления вот таких вызовов, как ковида, потому что вы же знаете, что если вы читаете тексты того или иного сегодня в силе европейского договора, там практически слова кризиса как такового нет. Или лучше, кризис там есть, но только касательно стихии в случае наводнения, например, или землетрясения. Но системного экономического кризиса там нет, не предусмотрено. И все-таки, если мы хотим продолжать, я думаю, что мы хотим и мы должны продолжать по пути интеграции, вот надо иметь в виду, что брак – это не только в условиях счастья и здоровья, но там могут быть и проблемы, и кризисы, и так далее. И надо быть готовы, чтобы кризисы и проблемы вот как-то решать вместе, не просто, значит, как координация той или иной ситуации, но системно вместе, системно вместе. И еще я хотел бы сказать по этому поводу вот слово касательно решения. конкретного решения проблем, потому что саммитов было очень много на протяжении вот этих 50 лет. Некоторые были очень сложные, очень длительные даже, деликатных вопросов было много, но все-таки они всегда, ну кроме тех начала 90-х, они все касались проблем в относительно стабильных условиях. то есть решат, как организовать выборы, вот, например, или как структурировать Европейский совет или познамочий комиссии, но все всегда в условиях стабильности. А вот сейчас те проблемы, которые перед нам стоят, это проблемы совершенно в другом контексте, в рамках очень глубокого кризиса. И именно вот в рамках кризиса надо, чтобы механизмы стали проще, стали эффективнее, стали быстрее. И в этом смысле, я думаю, что это не грех, не обида передумать о механизме голосования среди Европейского совета. Потому что, я повторю, когда в рамках организации 27 стран практически не действует, де-факто не действует принцип демократии, не действует принцип большинства, ни по населению, ни по количеству голосов правительства, то таким образом организация не может конкретно эффективно работать. И если такой механизм как-то не меняется, есть конкретно опасно, что Европейский Союз становится какой-то шикарной комнатой для переговоров, для встреч, но вообще малеэффективно. И так как в условиях современного мира, вот с такими собеседниками, так сказать, как Китай, Соединенные Штаты, вот надо, чтобы Европа и вместе с Россией, кстати говоря, но для того, чтобы работать вместе с Россией эффективно, я еще раз хочу употребить это слово «эффективно», надо, чтобы Европа была объединенной и способна очень сплоченно, во-первых, среди нее, затем совместно с Россией, работать и противостоять те или иные вызовы. И поэтому последнее замечание, последний комментарий касательно восприятия. Дальше была озвучена тема восприятия Европейского Союза со стороны народов, то есть населения той или иной страны. Но дело вот такое. Вы знаете, что я же не социолог, но тем не менее мне кажется, что относительно простое социологическое наблюдение касается того, что народ воспринимает ту или иную власть, ту или иное учреждение с точки зрения эффективности, еще раз, эффективности ее или его действия в отношении народа. А если у Европейского Союза, как Еврокомиссии, как Европарламента, практических конкретных эффектов народ не чувствует, каково может быть восприятие касательно этих учреждений, касательно этих органов? А сейчас вот задаю себе или вам вопрос. Какой единственный европейский орган, который воспринимается народами, иногда отрицательный, иногда положительный, но воспринимается, чувствуется, как эффективный орган? Это Евробанк. И это не потому, что президент Евробанка Марин Лагас сегодня или Марио Драги вчера, они как раз танцуют по дороге, председатели Еврокомиссии, Европарламента, они более, так сказать, серьезно. Нет. Система коммуникации, кстати, Еврокомиссия, Евробанк, Европарламент, в принципе, одни и те же. Но граждане чувствуют и понимают, что у Евробанка имеется власть касательно налогов, касательно банковских систем, касательно экономических конкретных условий людей. И, видимо, население, даже рядовые граждане не глупые. Они понимают, что таких возможностей, таких полномочий у Еврокомиссии, Европарламента нет. И кризис такой еще раз подтвердил, что окончательные, серьезные, эффективные решения принимаются ни Еврокомиссией, ни Европарламентом, несмотря на все компании, на все, так сказать, пропаганды касательно евродемократии, касательно выборов европейских и так далее. Ими не принимаются. А эффективные решения принимаются Евробанком, когда вопросы касаются Евробанка, а принимаются, в конце концов, в рамках баланса между правительствами. И поэтому сегодня Голландия против, завтра, касательно фондов ковида, завтра или вчера Эстония против, касательно, не знаю, санкций с России, послезавтра или позавчера Болгария против, Франция против. Поэтому я думаю, что в этом есть очень серьезная ответственность на плечах, при всем уважении, я просто объективно говорю, больших государств, начиная с Германии, Италии, Франции, Испании, для осуществления более эффективной, более сплоченной системы Евросоюза. Я думаю, что пока все. Спасибо за слово и за внимание. Андрея, спасибо большое за ваши комментарии, мнения. Передавая слово Тимофею Вячеславовичу Бордачеву, хотела сразу задать вопрос, как раз комментируя то, о чем говорил Андрея. Насколько, как вам кажется, Европа может быть объединенной, то есть единой в отношении России? Насколько это реально в нынешних условиях, либо это нереально вообще? Если нет, то как вам кажется, почему? Спасибо. Вам слово. Спасибо большое, Дарья. Уважаемый фонд Горчакова, Александр, Андрея, уважаемые участники нашей встречи, мне очень приятно быть с вами сегодня. Спасибо за приглашение. Я обязательно отвечу на ваш вопрос, но сначала хотел бы остановиться на нескольких, с моей точки зрения, важных сюжетах, связанных с главной темой, которую мы обсуждаем. Это последствия решений саммита Европейского Союза и общий политический контекст всей этой истории. Начать я хотел бы с того, что действительно события, связанные с пандемией коронавируса, оказали на Европу очень значительное, негативное, шокирующее воздействие. Связано это с тем, что вопрос пандемии, вопрос вот этого вируса непосредственным образом оказался вопросом национальной безопасности государства Европейского Союза. То есть вообще впервые в истории пандемия стала проблемой национальной безопасности. И отвечать на эту проблему согласно своим конституционным обязанностям должны национальные правительства. Потому что, как мы все знаем из учебников, иначе у граждан возникают вопросы. Зачем нам нужно государство, которое не может нас защитить? И в Европе возникла ситуация, когда одни государства могли лучше защитить своих граждан от пандемии коронавируса, другие государства справлялись с этой задачей хуже. Мы видим, что те европейские государства, которые являются более богатыми промышленными экономиками, они смогли защитить своих граждан лучше. В первую очередь, это касается даже не только непосредственно мер борьбы с пандемией как таковой, но и мер по борьбе с ее экономическими последствиями. То есть способность государств давать ответ на пандемию была связана с их экономическим благосостоянием, с устойчивостью их экономической модели. Мы не должны забывать о том, что за последние 10 лет это уже не первый кризис в Европейском Союзе. И один из этих кризисов, кризис зоны евро 2009-2013 годов, уже серьезно повлиял на ряд экономики Европейского Союза. В первую очередь, на государства Юга Европы, в первую очередь, Испания и Италия, оказались наиболее пострадавшими и в эту пандемию. Наибольшая распространенность заболевания, наибольшее количество смертей, наименьшая способность национальных властей эффективно последствия эти купировать и пандемию остановить, соответственно, наибольшее медиа внимание. Страны более высокого благосостояния, такие как Германия, другие страны Северной Европы, они оказались более подготовлены к этому и смогли организовать медицинское обеспечение более эффективно и экономическую помощь своим гражданам. Но мы при этом не должны забывать, что вот это отличие в ответах на пандемию, оно связано с тем положением, которое государство занимает в Европейском Союзе. В рамках Европейского Союза достаточно давно уже сложилась определенная, хотя и не публичная, специализация, когда некоторые страны являются индустриальными, производящими экономиками, располагающими в мощной финансовой системе в зоне евро, а некоторые страны являются в первую очередь сервисными экономиками, там, где промышленная, то есть, собственно, настоящая база экономического разметия и устойчивости существует в меньшем объеме. Некоторые страны, такие как Испания, не смогли преодолеть вообще догоняющее развитие по отношению к странам-основателям Европейского Союза, включая, кстати, Италию. Кризис зоны евро в значительной степени это положение зафиксировал. Поскольку страны Южной Европы, в первую очередь, Италия и Греция пострадали в наибольшей степени во время кризиса зоны евро, они уже с того этапа должны были выполнять определенные жесткие, более или менее жесткие требования в области своей экономической политики проводить политику экономию бюджетных расходов. Эта политика экономии бюджетных расходов была в начале 2010-х годов согласована на уровне Европейского Союза. На аналогичном саммите Европейского Союза, которых тогда было несколько, они все были очень популяризованы, хорошо известны, и тогда это было одно из главных наших тем обсуждения. И вот эти меры экономии, меры бюджетной экономики, безусловно, в значительной степени коснулись и социальной сферы, сферы здравоохранения. И специалистам известно, что страны Южной Европы, Италия, Испания, были должны, вынуждены существенным образом сократить свои расходы на здравоохранение. И то, насколько они были подготовлены или неподготовлены, лучше сказать, к пандемии коронавируса, конечно, было связано с тем, что их системы здравоохранения были реформированы для того, чтобы государство меньше на них тратили. Эти системы здравоохранения не были достаточно мощными, в первую очередь, в результате макроэкономической политики. Кроме того, нельзя забывать о том, что внутри Европейского Союза рыночная экономика свободна, рыночная экономика, хотя и со значительной долей государственного регулирования. И, безусловно, те страны, те компании, которые располагают средствами, получают больше. Я вам приведу пример. Ирландия является производителем порядка 50% аппаратов для искусственной вентиляции легких в мире. На территории Ирландии они производятся. Вместе систем по состоянию на конец марта 2020 года ирландская система здравоохранения располагала порядка 200 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Германская система здравоохранения располагала количеством 34 тысячи аппаратов для искусственной вентиляции легких. Просто потому, что то, что производится в Рвандии, производится на деньги американских и германских инвесторов и, соответственно, поступает на рынки этих стран в первую очередь. Важным вызовом для Европейского Союза было то, что национальные правительства, защищая граждан, должны были вводить ограничительные меры для торговли медицинским оборудованием, медикаментами, возможности передвижения. И, безусловно, вот этот массив, который где-то был, он там и остался. И мы знаем, что, к сожалению, в силу законодательных ограничений были осложнения и невозможно было на продвижении определенного времени оказывать медицинскую, эффективную медицинскую помощь гражданам других стран, либо просто им помогать. Вот это уже в конце марта сформировало в некоторых странах Европы, в первую очередь в Италии, также в Испании, достаточно серьезный негативный политический фон в отношениях со своими партнерами по Европейскому Союзу. И вот этот негативный политический фон как раз то, отразил то, о чем, что Александр назвал кризисом, да, и угрозой распада Европы. Потому что, естественно, страны, отвечающие перед своими гражданами, они понимают, что зачем им нужна такая общая Европа, если она не помогает им защитить своих граждан от этой ужасной болезни. Вот таким образом эта проблема возникла. Эту проблему надо было как-то решать, а после завершения активной фазы пандемии ее можно было решать через ликвидацию экономических последствий. Где-то уже с апреля этого года в Европейском Союзе развернулись серьезные дискуссии о том, как будет оказываться эта экономическая помощь. Был несколько сценариев, несколько предложений. В результате, естественно, инициативу на себя взяли две наиболее могущественные страны Европейского Союза. Это Германия и Франция, которые выступили с совместным планом предоставления значительной экономической помощи в виде грантов и кредитов для экономики тех стран, которые наибольшей степени от коронавируса пострадали и которые будут осенью этого года переживать серьезнейшую экономическую рецессию. Вот саммит, который прошел несколько дней назад, он стал кульминацией этих дискуссий и он выявил очень важную, с моей точки зрения, проблему, с которой сейчас столкнулся Европейский Союз. Проблема эта состоит в том, что важные решения, касающиеся вопросов выживания Европейского Союза, принимаются не институтами Европейского Союза, такими, как Европейская комиссия или Европейский Центральный банк или Европейский парламент. Эти решения принимаются в результате межгосударственных переговоров стран Европейского Союза. и зависят от того, насколько страны могут между собой договориться в результате очень сложного переговорного процесса, который мы наблюдали четыре с половиной дня во время этого САНИК. Здесь нам необходимо сделать маленький такой исторический экскурс. Когда создавалась Европейская интеграция, очень важным ее частью были наднациональные функциональные агентства, осуществляющие исполнительную власть в тех сферах, где страны-члены решили действовать совместно. Главное из этих агентств это Европейская комиссия. Почему они так важны? Потому что они не представляют непосредственно ни одну из стран. У них нет своих граждан, которых они должны защищать, они должны заботиться о всех европейцах и о том, чтобы развивалась европейская интеграция. И по мере решения Европейскими Союзами сложных проблем уже на самом деле с Лиссабонского договора все больше и больше вопросов лишь переходили на уровень не Брюсселя, а договоренности между странами Европейского Союза. Естественно, в рамках этих договоренностей каждый хочет получить что-то большее для себя. Возникает процесс политического торга и связанный с ним политической напряженностью. Другой очень важный момент. Существование наднациональных институтов в значительной степени снимало проблему того, что страны разные. Собственно, для Европейской комиссии или Европейского суда или Европейского парламента должно быть все равно Германия или Люксембург, Голландия или Кипр. Но когда переговоры идут на межгосударственном уровне, уже начинает иметь значение, насколько могущественна та или иная страна, насколько много у нее экономических и политических возможностей. И, соответственно, та страна, которая более могущественна, она получает больше, у нее больше возможностей добиваться своего. То есть, в Европейском Союзе возникает ситуация, когда одни государства становятся более значимыми для интеграции, и их идеи, их решения становятся более значимыми для интеграции, чем мнение других государств. Это совершенно не обязательно происходит напрямую. Мы прекрасно понимаем, что государства не всегда выступают сами с теми инициативами, которые кто-то продвигает. И четыре маленькие страны Европейского Союза, Голландия, Австрия, Швеция и Дания, вряд ли вели бы себя настолько настойчиво, если бы за спиной у них не стояла какая-нибудь очень крупная страна, которая заинтересована в том, чтобы в Европейском Союзе усиливался режим бюджетной дисциплины, в том, чтобы Европейский Союз развивался именно по такому сценарию, который уже оправдал себя на национальном уровне в Северной Европе. И таким образом происходит то, что одна группа стран, располагающая большими экономическими и политическими возможностями, заставляет фактически другие государства проводить такую экономическую политику, которую они не считают для себя обязательной, а которая им извне предлагается. И чем больше это происходит на межгосударственном уровне, тем больше вот эта сравнительная сила государств имеет значение. Если говорить о конкретных решениях саммита, то они очень важны и прогрессивны действительно для будущего Европы, потому что впервые удалось создать общий механизм финансовой солидарности. То, чего не произошло во время кризиса зоны евро. Впервые создан действительно солидный по своим масштабам фонд, который действительно будет оказывать прямую поддержку пострадавшим от коронавирусной пандемии государства. Вот там, если я не ошибаюсь, 750 миллиардов, что-то около этого, из которых чуть меньше половины, чуть больше трети будет предоставляться в виде грантов, остальное будет предоставляться в виде кредитов. Вот из этих, кстати, 750 миллиардов Италия должна получить порядка 202 миллиарда, из которых 85 миллиардов в виде грантов, остальное в виде кредитов. Кстати, дискуссия на саммите была именно вот об этом, в том числе об этом, сколько будет в грантах, сколько будет в кредитах. И страны Северной Европы настаивали на том, чтобы было больше кредитов и меньше грантов. Ну, понятно, да, потому что они не хотят отвечать за экономические обязательства своих партнеров. Вот из этих 202 миллиардов Италия получит 85 миллиардов в виде грантов. Это в 10 раз больше, чем Германия выделила компания Люфтганза на восстановление после пандемии. То есть компания Люфтганза получила от германского правительства порядка 8 миллиардов евро, а Италия получит 85 миллиардов евро от всего Европейского Союза. Но зато это тоже в 10 раз больше, чем, например, Германия, согласно заявлениям министра экономики, собирается помочь всем странам развивающегося мира. То есть все-таки основные средства останутся внутри Европейского Союза и не пойдут на помощь там другим несчастным пострадавшим от коронавируса. Вот эти цифры, они нам говорят о том, что государства смогли в принципе создать этот механизм. Но в решениях саммита, которые мы обнаруживаем на сайте Европейского Совета, есть одна существенная оговорка. Суть оговорки состоит в том, что если одно из одна из стран Европейского Союза посчитает, что нет уверенности в том, насколько получатели грантов выполняют свои обязательства в сфере экономической политики, она может потребовать повторного рассмотрения этого вопроса на саммите, на новом саммите Европейского Совета. То есть, если, предположим, парламент Голландии или Австрии решит, что Италия плохо тратит деньги, которые ей выделяют, Голландия может в любой момент потребовать, чтобы этот вопрос опять обсуждался на саммите Европейского Союза. И таким образом многие наблюдатели указывают, что тем самым саммиты Европейского Союза могут теперь превратиться в постоянное обсуждение того, как хорошо или плохо кто-то тратит эти деньги. Вот это очень важный момент. А мы понимаем, что такое саммит. А саммит это большая политика. И мы прекрасно понимаем, что чаще и чаще немецкие газеты будут писать о том, что в Италии, в Испании люди не хотят работать, а итальянские и испанские газеты будут писать о том, что в Германии живут высокомерные люди, которые зарабатывают на всей европейской интеграции, но не хотят никому помогать. И, соответственно, будет реакция общественного мнения. Мы знаем, что в Италии, например, очень серьезные оппозиционные правые партии. И, безусловно, эти партии будут пользоваться этим на предстоящих выборах, будут по полной отыгрывать это, а не они, в котором сейчас демократы. Еще один важный сюжет, который, с моей точки зрения, не имеет значения, я его немного уже касался, это то, что будут ослаблены роль Брюсселя. Европейская комиссия получила удовлетворение того плана, который она предложила с корректировками, но одновременно Европейская комиссия согласилась тем, чтобы вопросы, когда были политики этих стран, которые будут получать средства, были поручены не ей, а саммиты Европейского союза. Европейская комиссия будет предоставлять только оценки, а решения будут предоставлять саммиты Европейского союза. Тимофей Вячеславович, прошу прощения, по-моему, проблемы со звуком небольшие. Не слышно, вот у вас сейчас было. А сейчас слышно? Да, отлично. Вот я занимаюсь европейской интеграцией, я занимаюсь европейской интеграцией в 1990-е годы. И мы сейчас видим, что происходит сокращение полномочий Брюсселя и увеличение значения того, как страны договариваются. Конечно, с точки зрения интеграции как процесса равного для всех, это может быть очень очень эффективным процессом. Я думаю, что сейчас Европейский союз, если он вообще хочет загрузить весь процесс интеграции и сделать его менее разноправным, то есть большие страны смогут больше порешать за всех остальных. Настоящий коллега об этом говорит. Здесь велика вероятность, конечно, кричные досыдачные какие-то термальные санкции. Прошу прощения, снова не слышно было. Велика вероятность того, что крупные страны, такие как Германия, Санкт-Петербург, Италия, смогут договориться между собой и ограничить младшие союзные санкции. Но одновременно нельзя, в связи с того, что какая-то крупная страна будет договариваться с группой маленьких стран с тем, чтобы контролировать своих более крупных партнеров по Европейскому союзу. Два варианта с найдете, обе варианта с найдете. Каким образом подводя эти... Этот саммит... Не слышно, извините. А сейчас слышно? А сейчас слышно? Да, сейчас да. Сейчас да. Было не слышно. Этот саммит подтверждает основные тенденции развития Европейского союза. А дальше мы увидим. Последние два момента. Что касается России. С моей точки зрения, отношения с Россией у Европейского союза хорошие. У Европейского союза нет с Россией таких вопросов, по которым Европейский союз мог бы расколоться. Мы видим, что начиная с украинского кризиса, в принципе, страны Европейского союза всегда могли между собой договариваться. То есть там выступали, кто-то выступал за смягчение политики в отношении России, кто-то против. Но какое-то среднее решение, такое, как и сейчас всегда, оно всегда получалось. То есть Россия для Европейского союза не является проблемой. И там сложности с Россией для Европейского союза не являются проблемой, если говорить о том Европейском союзе, который сейчас. Но если, конечно, Европа хочет быть мировым игроком, ей нужно иметь хорошее отношение с Россией. Но мне не кажется, что Европа к этому стремится. Я не думаю, что Европа хочет быть значимым мировым игроком и ставить перед собой такую цель. Интересно, на это уже Александр обращал внимание, что вот этот пакет помощи, этот фонд, он стал частью бюджета ЕС на следующие 7 лет. И в частности он в том числе будет зависеть от этого плана перехода на зеленую экономику. Действительно, мы видим очень большой прогресс в переходе на зеленую экономику. В этом году в Германии доля угля упала в два раза. Еще год назад уголь обеспечивал 40% генерации электричества в Германии. В этом году 22%. Это действительно большое достижение, и оно указывает нам на последовательность политики в данной области. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, Тимофея Вячеславовича, за ваш анализ. Александр, Андрея, могли бы вы отреагировать на выступление Тимофея Вячеславовича? Александр? Ну, очень интересно, содержательно, как всегда, как отреагировать. Я просто, знаете, может быть, интересно было сказано Тимофеем, что роль Брюсселя будет снижаться. Ну, Брюссель как раз считает, что нет, что он сейчас получит первые возможности эти деньги распространять и быть главным арбитром и судьей тоже в этих самых важных спорах, в том числе и с Польшей, и с Венгрией. Но я вам хочу такую картинку, если можно, просто в рамках дискуссии еще раз показать. Европа, понимаете, все время старалась, то есть Европейский Союз, выстроить на европейском континенте ЕС-Европу. Всегда говорилось, что Европа – это уже давно не какое-то геополитическое создание. Европа, как ЕС, давно уже даже не экономический клуб. ЕС, Европа говорилось не столько конференций, уже, конечно, не образование по вопросам безопасности. Самая главная Европа – это клуб стран с либеральными ценностями. И на этом, вот скажем, и Меркель, и многие другие политики строили свою всю карьеру. Европа должна была стать клубом либеральных ценностей, которые, конечно, Европа хотела потом экспортировать на другие континенты. Но вот я думаю, что это главный кризис сейчас Европы, что Европа должна измениться. От состояния именно клуба либеральных ценностей она должна переходить в что-то другое. Почему? Потому что с Америкой проблемы появляются. Америка уже вышла из этого тоже трансатлантического общего клуба ценностей. Китай стучится в дверь. И вот тут я предлагаю вам следующую картину для дискуссии. ЕС, Европа становится все меньше и меньше, а не больше. И нужно Европейскому Союзу на Европейском континенте будет делить власть и влияние с тремя или даже с четырьмя другими игроками. Я не говорю про Америку. Она всегда там будет. Но это новая Великобритания, которая вышла из Европейского Союза и будет заново дефинировать свое отношение к всему Европейскому Союзу. Второе – Турция, которая начала свою большую геополитику, имперскую геополитику в Среднеморском регионе против Европейского Союза. Как это Европейский Союз может выдержать, я не знаю. Третье – Россия, которая не соглашается с тем, что вопросы безопасности только будут решаться в Европе в рамках НАТО и Европейского Союза. Она тоже стучится в дверь. И с Россией нужно создавать общие какие-то знаменатели. И четвертое – Китай. Китай, которого несколько лет тому назад здесь был, его не чувствовали, сейчас он здесь, он влияет на политику Греции, на других, Болгарии, других государств, с сильным лоббинизмом своим, своими сильными интересами. Без этого Европе тоже не обойтись. То есть нужно заново смотреть на себя, как новое такое геополитическое пространство со всеми другими еще игроками на самом европейском континенте. Это очень интересно будет. Большое спасибо, Александр. Андрея, пожалуйста. Спасибо, Тимофею, за очень интересный доклад. Я, конечно, не могу не согласиться с тем, высказанными данными. Я еще хотел уточнить такой момент. Это совершенно верно, что, например, есть те страны скандинавские или другие относительно мощные с точки зрения качества жизни и финансовых условий. Но понятно, что это как-то так или иначе связано с тем, что существует такой европейский комбинат, так сказать, в рамках которого, конечно, некоторые страны ведут себя более дисциплинированно, в том числе с финансовой точки зрения, некоторые, к сожалению, меньше. Я не скрываю, потому что это нельзя никак раскрывать, что в Италии было и есть немало проблем касательно употребления ресурсов, в том числе европейских. Потому что я помню, когда был, например, в Польше или в Эстонии, там очень много инфраструктур было реализовано при поддержке Европейского Союза. Там написано, сделано, построено при поддержке ЕС. И это все видно, все эффективно, результаты есть. А сколько, к сожалению, сколько таких инфраструктур на юге Италии, но не только на юге, это в совершенно разных областях, это больницы, это тюрьмы, это совершенно разные инфраструктуры, которые, к сожалению, не достроились, потому что были решения по строительству, но остались как соборы в пустыне, как называются. Это очень серьезный вопрос. Я думаю, что если по контролю Еврокомиссии, по контролю строгих протестантских, может быть, по поэтике государств, это будет как-то исправлено, то это будет хорошо и в пользу всей Европы. Но эти страны, более дисциплинированные, должны понимать, что то ли у них есть вот такой вариант, с моей точки зрения, то ли жить по норвежскому примеру, то Норвегия, это же не является государственным членом Евросоюза, они могут двигаться свободно по шенгенскому пространству, но у них есть огромный суверенный фонд, они живут по своим правилам и все, но у них есть ресурсы, в том числе и нефтегазовые, а вот Дании, или Финляндии, или Швеции. Нужен ли вам такой вариант или можно ли вам такой вариант? Я не знаю, насколько это им было бы выгодно, например. А касательно сделанных, Александр, значит, комментариев, то есть из замечаний, я совершенно с ним согласен, с точки зрения необходимости преобразования, или лучше сказать создания европейского, общего европейского внешнеполитического курса. Потому что и НАТО, и Турция, безусловно, они являются переломными темами в повестке дня Европейского Союза в целом. И в частности некоторых европейских государств, но это понятно, что нельзя эти вопросы решать эффективно, каждый по-своему. Я хочу напомнить, что на протяжении почти 12 лет шла дискуссия о том, надо ли принимать Турцию в Европейский Союз. И даже по этому очень серьезному поводу наблюдались совершенно противоположные позиции. И я помню, что тогдашний премьер-министр Берлускони, например, высказывался за. Ну, это, понятно, другое время, в 2005 году, в 2006 году. Но, тем не менее, Германия, которая, может быть, знает Турцию и по своим внутренним вопросам чуть лучше. Уже тогда премьер-министр Мякель Бунтес-Канстаген высказывался, так сказать, более сомнительно по этому вопросу, но, тем не менее, сегодня такой неосманский имперский курс Ирдаана налицо. Вот надо как-то разработать общую реакцию, общую позицию со стороны Европейского Союза. Ее, к сожалению, нет. Но это понятно, что без всего этого, действительно, это просто какой-то экономический клуб. Ну, хорошо, это распространение гражданских свобод, может, некоторые либеральные ценности. Хорошо, все хорошо. Ну, это понятно, что далеко не хватает. Спасибо огромное, Андреа и Александр. Мы переходим к сессии вопросов и комментариев. И я бы хотела бы сначала предоставить слово нашему польскому коллеге, члену клуба Горчакова из Катовицы, Рафалу Бену. Рафал, было бы интересно услышать твое мнение по поводу того, как Польша видит итоги саммита. Это и твой личный взгляд на эти процессы, на место Восточной Европы. Спасибо, Дарья Андреевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В первую очередь, хочу поблагодарить за возможность дать комментарий по этому поводу. настроения на сегодняшний день в Польше очень, но, может, не очень, а немножко грустные, потому что, вот, как говорится в известной немецкой поговорке «Дар аппетит комбай эссен». Это значит, что аппетит приходит во время еды. А почему эта поговорка как раз подходит к внешней ситуации? В 2013 году в феврале Дональд Туск, тогдашний польский премьер-министр, объявил о победе на саните Европейского Союза. Победа заключалась в том, что Польша была самым большим, самым крупным получателем средств с тогдашнего бюджета Европейского Союза на период 2014 по 2020 год. И тогда мы получали около 70 миллиардов евро, что составляло долю около 18% от общей суммы этого бюджета. Это средства регионального развития и так далее. И тогда это была большая победа для польского правительства из-за того, что это была самая большая доля средств в тогдашнем европейском бюджете. В этом периоде, в этой перспективе бюджетной на годы 2021-2027 получилась такая неловкая ситуация, потому что польский премьер-министр одновременно во время пресс-конференции, во время брифинга и соврал, и сказал правду. Потому что Польша получит одновременно больше и одновременно меньше. Я имею в виду то, что мы получим около 160 миллиардов евро, что становится около только 8% от общей суммы. И это безусловно поражение. я считаю, что польское правительство уехало из этого санита пораженным. Мы проиграли. Безусловно, не выигрыши от решений, которые были приняты во время этого санита, я уже говорю, о чем идет речь. в первую очередь. Один из самых больших вопросов начнем с политики. Это было связание признания средств с правосудием в государстве, которое является получателем этой европейской поддержки. и Польша, как известно, имеет очень большие проблемы в этой области. В отношении Польши запущена процедура предусмотрена статьей 7 Лиссабонского трактата, что обозначает, что Польша на сегодняшний день проверяет, соблюдает ли она ценности и правосудия, которым надо следовать в стране Европейского Союза. Это касается в первую очередь судебной системы, Конституционного Суда, Верховного Суда, и, что важно, его так называемой новой исправительной палаты. И вообще все вопросы связанные с реформой судебной системы в Польши вызывают очень большие эмоции и очень ну, как сказать, очень большие, очень много вопросов со стороны Европейского Союза, потому что многие юристы и комментаторы говорят, что все это приводит к тому, что судебная власть становится зависимой от исполнительной. И в этой связи в отношении Польши возбуждена процедура проверки, соблюдает ли Польша европейским ценностям. И на сегодняшний момент, после этого санита, эта статья, что выплата средств евро бюджета будет напрямую связана с правосудем в государстве. Это безусловно для Польши, как страны, в отношении которых запущена эта процедура, проигрыш. Мы вообще проиграли в этой связи. Следующие, было предложение, чтобы вообще отменить взносы членов Европейского Союза в евробюджет. Польша например в 2019 году внесла евробюджета около 5 миллиардов евро. Было такое предложение, чтобы вообще этот механизм отменить. Но к сожалению не получилось тоже. И в следующем году польский взнос в европейский бюджет будет составлять около 7 миллиардов евро. Они связаны с уровнем экономического развития. Соответственно чем выше экономического развития, чем выше уровень, тем выше взнос. Это остается следующее поражение. Третье поражение это то, что есть предусмотренный фонд энергетических переобразований, который эксперты затронули эту тему, что зеленая экономика отказ от энергии, которая производится за счет углеводородов. польша на сегодняшний момент самый жизненный вопрос для Польши, потому что польская энергетика производится в огромной степени из угля. Из угля. Для этого наше предложение было, изначально предложение было такого, чтобы Польша в рамках этого фонда справедливой энергетической переобразований получило около 8 миллиардов евро, чтобы отойти от угля, перейти на зеленую сторону, так как говорится. В итоге получилось, что мы получим только 3 миллиарда евро, это совершенно недостаточно, тем более, что буквально сегодня 300 метров от моего дома в правительстве селезийского воеводства в региональном правительстве производятся совещания, очередные совещания, которые намерены на то, чтобы спасти польскую горнодобывающую отрасль, которая на сегодняшний момент на отличном пути к полнейшему банкротству, потому что польский угол дорогой, некачественный и мы как очень большой потребитель, большую долю угля просто покупаем за границей, в основном в России, в Австралии и в США. Вот и в этом плане мы тоже недовольны итогом этого санита. Вот вот так. В Польше настроения, как я уже сказал, по этому поводу очень грустные, тем более, что, тем более, вот в моем регионе, в Катовицах. Вот, а комментируя вот этот санит, хорошо, что договорились, очень, польские общества довольны этим, что договорились, что не откладывают это на время, но договорились. Вот получается, складывается впечатление, что в этой игре, как в футболе. Самая простая дефиниция футболя, это то, что футбол это игра, в которой 22 мужчин бегают по футбольным поле, а наконец побеждают Германия. И вот в этой связи кое-что в этом есть. Хорошо, что победила Германия, потому, что я считаю Германию одной из стран, которые в позитивном плане заинтересованы в развитии Польши. В позитивном плане это то, что мы с ними имеем очень большие торговые связи и Германия заинтересована в том, чтобы Польша хорошо развивалась в позитивном значении. по итогам этого санита смотрю на шпаргалки, которые у меня с данными, которые хотел принести. приглашение на эту конференцию, эту встречу, была еще затронута тема между морем или трое морем. Если можно, то хотел бы немножко сказать по этому поводу, что такое, почему Польша следует этому принципу международной политики. Между морем это прежде всего интеграционная концепция. Это концепция, которая образовалась уже давным-давно, еще в 16 веке, по-моему, были первые попытки создания такого союза государств, которые находятся между двумя, Балтийским, Черным, или Трима, морями, еще. Да, и это самый главный принцип этой концепции, это образование противовеса в Европе для Германии и России, этих государств, которые находятся в этой зоне между морями, чтобы не было гегемона в Европе. Получится ли Польша образовать такой политический блок, блок государств, по-моему, у нас есть большие шансы для этого, тем более, что благоприятная, благополучная почва для этого есть, наблюдается в Венгрии, наблюдается в Чехии, вот, остальные игроки более сдержанно относятся к этому. Рафаэл, извини, у тебя микрофон выключился. Опять? Вот. Прошу прощения. Хотел бы еще сказать пару слов в отношении Европейского Союза. Я полагаю, что следующее десятилетие, я имею в виду период с 2020 года по 2030 будет ключевым вообще для Европейского Союза, исходя из того, что Европейский Союз будет просто вынужден самоопределиться. Вот теперь ключевое для Европейского Союза время. Самоопределиться, кем он хочет быть на международной арене, кем он хочет быть для самого себя, кем он хочет быть в отношении членов. Я, как гражданин члена Европейского Союза, тоже гражданин Европейского Союза. Кем Европейский Союз хочет быть для своих граждан? Чтобы граждане говорили больше я гражданин например Польши, Италии, Чехии и так далее или я гражданин Европейского Союза. И это ключевое время для Европы, Европу, которую я подразумеваю как Европейский Союз. Я могу сказать, что надеюсь на благополучное развитие событий, что будет действительно сильным игроком на мировой арене, но посмотрим, есть очень много опасностей, которые Европейскому Союзу надо преодолеть. Большое спасибо, Раф, Рад вопросам, с удовольствием отвечу. Спасибо большое. Спасибо еще раз тебе большое. Мы перейдем к непосредственным вопросам. Первый вопрос от Ирины Чапайкиной. Пожалуйста, Ирина, и обозначайте, пожалуйста, кому адресован вопрос. Ирина, выключен звук. Пардон, добрый день, коллеги. Всем большое спасибо за выступление, за комментарии. Мой вопрос, собственно, ко всем, кто пожелает ответить, по поводу скандинавских стран. Какие, каковы на настоящее время прогнозы экономического будущего для скандинавских стран, с учетом того, что, с одной стороны, они традиционно отличаются высоким уровнем жизни, так было всегда, но, с другой стороны, к примеру, Швеция, Финляндия не придерживались строгого карантина, и известно, что в Швеции был довольно существенный процент переболевших коронавирусной инфекцией. Вот на фоне всего этого, каковы прогнозы для этих стран? Может ли случиться так, что вот эта их благополучная жизнь несколько изменится? Спасибо всем, кто пожелает ответить. Спасибо, Ирина. Кто желает ответить на этот вопрос? Александр, Андрей, Тимофей Вячеславович? Ну, давайте я начну, наверное. Ну, в первую очередь, Ирина, за всем уважением вашего интереса, скандинавские страны не имеют фундаментального значения для выживаемости Европейского Союза и для устойчивости экономики Союза в Союзе. Тимофей Вячеславович, извините, опять не слышно вас. Швеция пошла своим путем и сейчас есть большое количество данных, что последствия для Швеции и от пандемии как таковой, да, то есть в плане здоровья населения и экономические последствия будут достаточно негативными. Но все-таки на общеевропейском фоне это достаточно компактные экономики, достаточно специализированные экономики. И, конечно, для Европейского Союза устойчивость Италии и Испании имеет более фундаментальное значение. Я думаю, насколько я понимаю, скандинавские страны, вот в первую очередь Швеция, которая пострадает, они смотрят в будущее все-таки с оптимизмом и готовы даже к тому, что там придется затянуть пояса и в чем-то сократить государственные расходы, в чем-то меньше давать в Европейский Союз. Швеция тоже жесткую позицию на саммите занимала, но при этом никакого трагизма я, честно говоря, не заметил по поводу развития этих стран. хорошо, спасибо. Спасибо большое, Александр, Андрей, вы... Ну, если коротко, то я думаю, что мы не можем на этот интересный вопрос сегодня дать четкий ответ. Я вижу весь этот коронавирус, кризис коронавируса трехступенчатым. Первую ступеньку это сохранение здоровья людей, усиление здравоохранительных систем Европе и во всем мире. Мы сейчас проходим, мы еще не в конце его, но мы его проходим. Европа более-менее успешна, Америка безуспешна. Вторая и третья ступень, они гораздо опаснее, и там будут решаться вопросы, кто, как выходит из общего коронавирусского вируса. Это вторая ступень экономическая, а третья социальная. Значит, какие будут экономические потрясения в этих всех странах, это мы узнаем в конце этого года. А из этого следует будет ли социальное потрясение в этих странах, изменение правительств. Что касается и режим change, нельзя исключить. Даже, что просто какие-то правительства будут выгнаны за немощность в этой ситуации, за то, что они наделали ошибок. Что касается скандинавских стран, то здесь может встать действительно вопрос о усилении правых популистов в этих странах. Я думаю, в Италии он тоже встанет. Если мы во второй стадии этой борьбы с коронавирусом будем проигрывать, это нужно учитывать. Но я думаю, что скандинавские страны, в отличие от того, я может быть не соглашусь, хотя у меня цифр нету с Тимофеем, я думаю, что нужно посмотреть на шведский эксперимент, который я проводил, что они там много тестировали, но людей не отправляли в карантин. мы узнаем об успехе или не успехе этого всего процесса тоже в конце года, когда будем еще раз подсчитывать смертные случаи. Может быть, действительно, в Швеции из-за этой политики много людей заразилось, но переболело, имея теперь больше иммунитета в самой стране, в самой нации против дальнейших заболеваний. Это специалисты еще не могут решить, но изучение этого вопроса конечно идет. Поэтому мне кажется, что скандинавские страны более успешно выйдут из этого кризиса хроновируса, у них не будет потрясения, у них, может быть, будут именно правые популисты где-то там приходят усилить свои позиции, но в общем я бы не беспокоился за их судьбу, так как нужно беспокоиться о некоторых других странах. Спасибо большое. Спасибо большое. Следующий вопрос от Андрея Миллера, члена клуба Горчакова. Андрей, пожалуйста. Да, спасибо большое, Дарья, спасибо большое участнике за интересные доклады и импульсовые выступления. У меня был бы вопрос к Александру Евгеньевичу Рару как к участнику форума «Поддамские встречи». Вопрос о потенциале двухстороннего сотрудничества между Россией и Германией на фоне пандемии и на фоне вот этих вот усиливающихся тенденций к политическому эгоизму стран. То есть пандемия в какой-то степени развязала руки странам и дала им возможность самостоятельно определять те или иные мероприятия свои как внешней, так и внутренней политики. И вот станет ли это неким таким катализатором к укреплению германо-российских двусторонних отношений в некоторую оппозицию российско-европейским отношениям, то есть по летней России и Евросоюз. Спасибо большое. Если коротко ответить, пока я этого не вижу такого более концентрированного или более успешного сотрудничества между Германией и Россией, кроме как в одном вопросе. В вопросах санкций и вопросах видения Украины в религиополитике и так далее Германия стоит на достаточно жесткой позиции, что пока с Россией никакого стратегического партнерства невозможно и Россия не настолько интересуется, как с моей точки зрения должны были бы ситуации, когда мы с Америкой имеем проблемы в Германии и так далее. Масса обвинений постоянно каждый день в адрес России за русских хакеров, за то, что Россия якобы пытается ослабить Европейский Союз. Я считаю, что доказательств здесь нет, но их пишут. Но в одном вопросе действительно и он ключевой в чем-то. Действительно изменения есть. Это стойкость, на которой Германия стоит в вопросах Северный поток-2. Не знаю, наш польский друг, наверное, со мной не согласится. У него другая точка зрения, может и нет. Мне кажется, что здесь действительно очень серьезный вопрос стал, потому что Германия просто не хочет, чтобы Соединенные Штаты Америки решали бы вопросы европейской безопасности и там и европейского бизнеса энергетического над головами Европы. И здесь она, несмотря, что у нее есть во многих вопросах просто проблемы с Россией, конфликты с Россией, она просто из принципа Германии будет стоять на позиции, что именно этот энергетический диалог, энергетический альянс с Россией нужно продолжать, потому что он действовал 50 лет. Но проблема заключается действительно для немцев в том, что они могут оказаться в Европе в изоляции, потому что опять такие страны, как Польша или Прибалты, тут немцев не будут поддерживать, они будут играть на поле американцев, и тем самым Европа не сможет говорить одним голосом. Но здесь из всего это, конечно, могут появиться новые варианты сотрудничества и во всяком случае размышления о том, как можно сближаться, и борьба, общая борьба с пандемией, которой сейчас нет, но которая может возникнуть в будущем. Я тут скорее оптимистически смотрю на разные возможности все-таки становить сотрудничество со временем. Спасибо. Спасибо большое, Александр. И раз уж мы заговорили о Прибалтике, хотел бы передать слово для вопроса Митрофану Слободяну, члену Куба Горчакова из Латвии. Пожалуйста, Митрофан. Добрый день. Надеюсь, меня хорошо слышно. Если можно, у меня короткий вопрос именно к российским экспертам и небольшой комментарий. Вопрос у меня следующего характера. Вот как именно со стороны России вы оцениваете итоги саммита в свете именно взаимоотношения между Российской Федерацией и Европейским Союзом? Такой у меня вопрос общий. А комментарии, знаете, с Астроприбалтики этого сами это ждали с опаской, потому что последние месяцы ходили слухи о том, что Латвия, Эстония денег не дадут. И вот о том, что деньги дали, а сумма для Прибалтики немалая, Латвия 10 миллиардов дают, еще 2 миллиарда в долг, если надо будет из-за эпидемии. Эстония 8 миллиардов, насколько я помню, а в Литве все 12. И надо сказать, что Латвия получает деньги намного больше, планировали. Думали, что получим 7, получили 10. А слухи ходили, что действительно деньги вообще не дадут. И честно говоря, вот в свете последних событий, связанных с ухудшением отношений с Россией, санкции, благодаря которым в Латвии каждый год закрываются по одному банку, благодаря которому в латвийские порты стоят пустые, благодаря которым железная дорога латвийская стоят пустая, вот это все как-то надо было компенсировать. И вот Латвии дали 10 миллиардов. И хочется надеяться на то, что 7 лет вот за счет всех самых малых инфраструктурных проектов, которые Андрей видел в Эстонии, наши страны будут продолжать существовать, что будет еще через 7 лет, когда наступит следующий бюджетный цикл. И в Латвии тоже. Да, ну вопросы у меня вот такой комментарий, вопрос, но вот почему я задаю вопрос, как оценивают российские эксперты итоги саммита, потому что, ну, следя за российскими СМИ, у меня сложилось впечатление, что оценка со стороны Российской Федерации какая-то такая зависть, потому что все надеялись на то, что не договорятся, все надеялись на то, что лидеры Европейского Союза между собой переругаются и вообще деньги никому не дадут, Европейский Союз вот-вот развалится. Ну, может быть, у меня такое ошибочное впечатление сложилось, смотря российские СМИ. Вот, как вы можете прокомментировать? Спасибо. Тимофей Славович, прокомментируйте? Да, конечно. Ну, во-первых, метрофан. У России есть основания для того, чтобы радоваться по поводу проблем Европейского Союза. В России есть серьезные основания для того, чтобы к Европейскому Союзу так относиться. И мы все знаем эти основания. Они уже шесть лет, к сожалению, с нами. Во-вторых, Россия, с моей точки зрения заинтересована в том, чтобы Европейский Союз сохранился. Многие считают, что было бы легче договариваться с отдельными странами вообще, чтобы не было Европейского Союза. Я лично так не думаю. Я думаю, что все-таки в рамках Европейского Союза происходят взаимные сдержки и противовесы, которые заранее убирают некоторые проблемы, с которыми иначе должна была бы Россия иметь дело. У меня не было никаких эмоций по поводу саммита. Я в том, что говорил, я пытался дать просто его оценку с точки зрения развития Европы, а не с точки зрения хорошо это для России или плохо. Но в целом я считаю, что то, что договорились хорошо, а то, что сократились возможности Брюсселя плохо, вот это мое мнение. Спасибо большое. Следующий вопрос от Айка Хлатяна, политического выживателя из Армении. Пожалуйста, Айк. Добрый день. К сожалению, смог поздно присоединиться, но потом обязательно посмотрю выступление в начале. Поэтому не знаю, на эти вопросы были выступления, но очень хочется от всех экспертов услышать мнение. Но мне, как представителя Армении, которая является участником Восточного партнерства, интересно, вот после такого сложного саммита и последнего развития в Европейском Союзе. Чего ожидать от ЕС? Будет ли продолжена такая же активная политика в отношении восточного постсоветских стран или Европейский Союз возьмет тайм-аут какой-то определенный? Вот что вы ожидаете вот в этом направлении и как бы продолжение этого вопроса? Вот здесь до этого тоже вы уже говорили, мы видим, какие проблемы есть, что разные мнения, некоторые страны, например, Прибалтика, Польша готовы играть на стороне США, а не вести скоординированную такую европейскую политику. Германия своя линия, видим, что с Кипром творится, ЕС не может защитить, не хочет даже полностью впрягаться за своего такого маленького члена в конфликте с Турцией, не хочет защищать интересы Германии в Северный поток-2. Вот на этом фоне что нам делать, чего ожидать, что ЕС по-прежнему будет действовать на внешнем фронте как один такой отдельный сильный игрок или уже надо готовиться к тому, чтобы выстраивать такие двухсторонние отношения с ведущими игроками с Германией отдельно, с Францией отдельно, с Польшей отдельно и уже не принимать в расчет ЕС как такого отдельного игрока. Спасибо большое. Спасибо, Айк, Александр, можем с вас начать. Айк задал всем вопрос. Я не хочу тут монополизировать свое мнение, только умные выступления. Коротко я скажу, значит, восточное партнерство, я думаю, что на него, честно говоря, я буду сейчас не как академик говорить, а как может такой более простым языком, на него просто денег не будет. В таком размахе его просто поддерживать будет невозможно. И я думаю, что в него нужно будет, это означает, что нужно просто честнее посмотреть на друг у друга. Те страны, которые входят в восточное партнерство и считали, что Европейский Союз вот-вот заберет к себе, потому что будет дальше расширяться, они должны увидеть, что это иллюзия. С моей точки зрения. Следующие 20, я бы даже сказал, 30 лет я не вижу расширения Европейского Союза, ну никак. И, кстати, и НАТО, ну никак на постсоветское пространство. Там должна быть совсем другая регулятор. Плюс я чувствую в самой Германии все-таки подумать по-другому о сотрудничестве с странами постсоветского пространства. Не вести вот политику как бы в восточном партнерстве, вот только работать с странами против России, чтобы изолировать Россию и не общаться с Евразийским экономическим союзом, а вытянуть отдельные страны в Европу. А присматриваться к другому, к другой стратегии. Все-таки подумать об общем пространстве, может, экономическом, зеленом пространстве, совместная разработка технологий зеленых от Атлантического океана до Тихого океана. Фактически вот старая идея общего Европы от Лиссабона до Владивостока. Для этого, конечно, нужно опять убеждать восточноевропейские страны, которые этого не хотят. Но, с другой стороны, я думаю, что много нас будет вынуждать как европейцев смотреть на нашу ситуацию другими геополитическими глазами и вынудить нас прийти к этому, к этой стратегии. Мне кажется, восточное партнерство в старом виде, которое было тогда придумано фактически после российско-грузинского конфликта в 2008 году, оно медленно будет уходить в забвение. Просто потому, что политические воли внутри Европы его настолько проводить, как пока нет. Спасибо. Александр. Андреа. Да, значит, еще раз я, простите, только я согласен с Александром. И действительно, я думаю, что как-то сотрудничество будет как-то продолжать, но уже не системно, если можно употреблять это слово, а по проектам, по конкретным каким-то проектам. Будет ли это эффективно или нет, увидим, посмотрим. Но действительно, тут сыграют немалую роль вот чисто экономические вопросы. То есть с учетом кризиса внутреннего Европейского Союза, особенно касательно некоторых стран, думаю, что просто ресурсов для продолжения прежнего курса не будет. Нет, в данный момент и не будет. но еще раз может это давайте посмотрим в перспективе, но оптимистической, может это становится еще раз полным для серьезного обновления, преобразования вот этого внешнеполитического курса касательно соседства так называемого восточного партнера, партнерства, и может вот будут представляться новые возможности, новые более прагматичные, потому что всем понятно, что касательно прежнего курса, прошлого курса восточного партнерства были некоторые идеологические моменты, не совсем второстепенные, я имею в виду в отношении России, и может новые ограниченные экономические возможности дают повод для нового курса в этом направлении, пожалуй, включая так или иначе и Российскую Федерацию. Спасибо, Андрей Тимофей Вячеславович. Да, спасибо, значит, буквально несколько комментариев в связи с вопросом Айка. Я согласен с мнением Александра Рара, в финансовом плане Европейского Союза на следующие семь лет предусмотрено 3 миллиарда евро на все страны восточного партнерства в рамках финансового сотрудничества. Значит, 3 миллиарда евро, это включая Украину. Ну вот, я уже говорил, да, Люфтганза получит сразу 9 миллиардов от немецкого правительства, а все страны восточного партнерства на ближайшие семь лет получат 3 миллиарда. То есть, Александр, конечно, прав. В таких условиях концентрация усилий происходит на своей экономике, на сохранении своих компаний. Поэтому, скорее всего, реальной роль Европейского Союза будет символической, российское влияние доминирующим. Спасибо большое. Можно добавить один момент? У меня вопрос был, и еще один вопрос был, вы просто не ответили. Как нам выстраивать отношения отдельно с ведущими странами ЕС, Германия, Франция, Польша, или все-таки надо иметь в виду, что сохранится такой отдельно мощный игрок, как ЕС во внешнем политике? Вот этот вопрос тоже был. Спасибо. Тимофей Вячеславович, сможете прокомментировать? Извините, не слышно вас. Сейчас не очень. Сейчас слышно? Сейчас да. Я думал, что это зависит от конкретного вопроса. И вот там, где речь будет идти об этих трех миллиардах, о том, на каких условиях они будут выделяться. Нужно иметь дело с Европейской комиссией. Там, где речь идет о других вопросах, я думаю, в современных условиях все-таки с отдельными государствами. Спасибо, Тимофей Вячеславович. Александр, сможете дать ваше единение? Двухвекторная политика. Это же ничего в этом такого плохого нету, как иногда это представляется. Такая страна, как Армения, вынуждена этим заниматься, потому что она не может ставить только на одного игрока. У нее такая геополитическая судьба, хочет она или не хочет. И поэтому двухвекторная политика искать, как все делают свою выгоду. Играть честно, играть на все стороны и с Европейским Союзом, и Евразийским Союзом, куда Армения входит. Но один фактор, не забывайте, который здесь еще никто не сказал, это Китай. Китай будет прокладывать свой шелковый путь тоже через Кавказ. И я думаю, оттуда пойдут гораздо больше деньги, возможные деньги на финансирование самых разных инфраструктурных проектов, чем это сегодня кажется. Я не имею данной, но вовсякнуть их будет больше, чем на восточное партнерство хочет тратить Европейский Союз. Спасибо. Александр, Андрея? Я скажу, что, честно говоря, в этом ничего нового, в принципе, нет, потому что уже несколько лет идут параллельно и переговоры с Европейским Союзом, как таковым, и с отдельными странами касательно разных вопросов. Поэтому, в принципе, это будет лишь продолжением уже далеко не нового курса со стороны Армении и Грузии в какой-то степени и даже Азербайджана. Вот, например, касательно этого газопровода до Греции, через Италию и дальше. А Китай, да, это является одновременно, как всегда, возможностью и угрозой потому потому что всем понятно и пусть наши кавказские южно-кавказские товарищи об этом не забудут, китайские деньги и китайская помощь это не безвозмездно, поэтому в отличие очень часто от европейских, я это говорю не всегда как чисто положительный момент, потому что наверное были ли нацелены, более нацелены, более конкретно нацелены европейские ресурсы скорее всего в разных ситуациях было бы гораздо лучше, но тем не менее для получителей пусть они имеют ввиду, что одно дело это Брюссель со всеми его недостатками, а другое дело это Пекин. Брюссель тоже бесплатно денег не дает. Да, но я бы сказал, что условия кажутся чуть другие, и это можно спросить и у последних членов по вступлению в ЕС стран Восточной Европы, кажется они об этом знают. Спасибо большое. Пожалуйста, слово для вопроса Александре Огневой предоставляется член клуба Горчакова Берлин. Добрый день, дорогие участники. У меня, к сожалению, тоже не получилось на первом этапе доклада присутствовать. И у меня вопрос касается Европейской комиссии. Как раз Тимофей Вячеславович сказал о том, что ей довольно большая роль сейчас выпала после этого саммита. То есть впервые комиссия по-моему должна быть в состоянии брать кредиты, инвестировать в процесс модернизации. Как вы вообще оцениваете, сможет ли она это сделать, способна ли, поскольку этот институт на протяжении последних 10 лет по-моему очень сильно критике подвергался. И вот тоже может вопрос Александру Глебовичу, как вы оцените роль Урсу фундерляйн. Ее тоже очень сильно критикуют. вот говорят, что я там не в состоянии активно представлять интересы ЕС. Вот мне просто интересно знать, как себя будет сейчас вести, насколько имидж комиссии выиграет сейчас и какова роль госпожи фундерляйн. Спасибо. Спасибо. Александр, Тимофей Вячеславович, пожалуйста. Пожалуйста. В соответствии с решением саммита Европейского Союза Европейская комиссия будет делать следующее. Первое. Она будет осуществлять заимствование на финансовых рынках. То есть эти деньги они не будут выделены государствами. Никто из своего бюджета не будет брать миллиарды и давать Европейской комиссии на помощь Италии. Европейская комиссия будет заимствовать эти деньги на финансовых рынках под гособязательства других стран Европейского Союза. Второе. Европейская комиссия будет утверждать планы экономических реформ и восстановления с теми правительствами, которые пострадали от коронавируса в тех стран, которые пострадали от коронавируса в наибольшей степени. Третье. Европейская комиссия будет готовить отчеты, как эти страны исполняют свои обязательства по этим планам и передавать эти отчеты в саммит Европейского Союза, который уже будет принимать решение. Вот, собственно, вот этим полномочия Европейской комиссии в данной сделке и ограничены. То есть, они в значительной степени являются полномочиями диспетчера, а не политического института, принимающего решение. спасибо, Александр. Ну, я думаю, что Тимофей прав, но борьба еще впереди, потому что есть все-таки желание некоторых политических сил внутри Европы усилить эту комиссию. Я думаю, что и Германия, и Франция в этом будет содействовать. Я думаю, что нужно посмотреть на то, что теоретически сейчас дано европейские комиссии немножко шире еще. Да, они станут главными диспетчерами этих денег, которые нужно будет распределять по Европе во время кризиса. Но, кроме того, они надеются в комиссии, что они получили сейчас полный контроль и рычаги в рамках политики кнута и пряника в отношении, скажем, Польши и Венгрии, когда будут заставлять назад в сторону демократии реформировать свои правовые системы, в плане миграционного кризиса, что если кому-то дают деньги, вот увидите, этот вопрос очень скоро встанет на повестку дня. Вы получаете деньги в Прибалтике, принимайте беженцев, которые застряли в Германии или в Италии, а то денег не будет. Я думаю, что пока это, конечно, на передний план не вышло, но за курицами уже начнутся эти самые переговоры, потому что это кризис, который расшатал Европу за последние три года, он никуда не ушел. И в планах экологии. Конечно, Германия и Австрия, и Германия, и Франция через Европейскую комиссию, и Европейская комиссия сама всегда еще больше выскажет свои амбиции в плане того, что хочет сделать всю европейскую экономику зеленой. И она будет все делать для того, чтобы это произошло. Поэтому я в конечном итоге думаю, что, конечно, будет решать государство, а не Брюссель. Но сейчас мы начнем, увидим какую-то фазу, где Брюссель будет пытаться, Европейская комиссия забрать себе, именно тут вы спросили меня, Александр, про фонда Лейн, вот она это будет делать с большим удовольствием и с большой силой. И как немка, которую все предвидели еще два года тому назад, как возможную наследницу Анжела Меркель, и как все-таки достаточно человек с сильным положением внутри Брюсселя, внутри бюрссельской бюрократии. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, слово Илье Олейникову, Иркутск. Пожалуйста, у вас был вопрос. Так, добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, организаторы. У меня вопрос к докладчикам относительно проблем, связанных со здравоохранением, то есть системой здравоохранения Европейского Союза. Планируется ли какая-то интеграция в сфере здравоохранения, ведь начальная фаза коронакризиса она показала, что Италия, Испания, Франция, Германия все боролись с этой напастью, с этой проблемой самостоятельно. И можно ли говорить о том, что планируется какая-то полноценная интеграция в сфере здравоохранения, чтобы, допустим, врачи французские помогали итальянцам, и так далее и тому подобное. У меня такое вопрос. Спасибо. Спасибо большое. Александр, Андрей, Тимофей Вячеславович, кто готов? Андрея, пожалуйста. Да, спасибо за вопрос. Касательно сотрудничества, в том числе в области завоохранения, это уже есть в какой-то степени, потому что вы знаете, что во время самого напряженного момента пандемии были зараженные, которые госпитализировались итальянские, например, в Германии, французы в Германии, особенно в Германии, потому что в тот момент, конечно, Италия находилась в самой сложной ситуации, а в Германии вирус пока еще не распространялся в том же масштабе. Конечно, с одной стороны это желательно, чтобы реализовалась объединенно или, по меньшей мере, более гармоничная система здравоохранения по всему Европейскому Союзу, с другой стороны, я боюсь, что это относительно сложно, по меньшей мере, в краткие сроки. Почему? Потому что социально-экономические, особенно социальные условия очень разные в разных странах. И вот, кстати, на Италии есть вот некоторые теории относительно того, почему так жестко и так быстро распространялась эпидемия на севере Италии, это по сравнению вот, например, с Германией, потому что в Италии, особенно на севере, есть очень многие люди уже в возрасте, так сказать, которые живут вместе с семьями. То есть там и сын, и внук, и дедушка, и иногда и прадедушка. Это в Германии нет в таком масштабе. Я про Германию, потому что я эту реалью знаю чуть лучше, чем у других европейских стран, хотя профессора может меня исправить, если я что-то неправильно говорю. И, конечно, для этого необходима определенная реакция или возможная реакция в Италии. В Германии такая реакция не нужна в этом масштабе в данный момент. Поэтому нужна как-то гармонизация, но с учетом совершенно разных ситуаций, складывающихся в разных странах. Поэтому я думаю, что с одной стороны это хорошо, если будет какой-то солидный бюджет европейский для кризисов в системе здравоохранения, а с другой стороны объединенная система, думаю, что пока еще ее на небосклоне Европейского Союза нет. Спасибо, Андрей. Александр, Андрей все правильно сказал, абсолютно все правильно, тут социальные вопросы, они решают все. Есть же страны, вот Англия выходит из Европейского Союза, но там же медицина бесплатная, и поэтому очень плохая. И как это объединить, например, с немецкой здравоохранительной системой, где люди платят треть своей зарплаты, иногда треть зарплаты на медицинскую страховку, я не знаю, как это объединить. И поэтому есть страны, которые просто, может, по своему менталитету, если взять Германию, вот захотели вот так жить. Уйма денег в эту систему вложено, много врачей, вся технология есть во всех больницах, и поэтому Германия так справилась с этим коронавируским кризисом, так успешно. А в других странах, конечно, нет. Как тут создать солидарную систему, очень сложно, я себе это не представляю, потому что это будет бить по кошелькам налогоплательщиков, тех людей, которые вот просто живут здесь, которые не захотят, особенно в Германии, утолилировать ситуацию, когда вся Европа будет приходить бесплатно лечиться в Германии, или немцы будут платить больше денег, чем, скажем, люди в южных странах. Поэтому социальный вопрос, к сожалению, в этом преграда к такому общей европейской системе здравоохранения. Можно я добавлю одну вещь? Это, скорее всего, вызывает другой момент, еще очень деликатный, и, скорее всего, значит, первостепенность с точки зрения организации повестки дня Европейского Союза, это касается гармонизации налоговой системы Европейского Союза, потому что в тот момент, когда налоговая организация будет постепенно приравняться в разных европейских странах, то можно будет в тот момент уже более спокойно, так сказать, говорить об объединении той или иной социальной службы. Потому что я совершенно, я прекрасно понимаю сомнения, вот, например, в Германии, в других странах, я, кстати, она думала, как же, тут работаем, 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 экономим, а, не знаю, в Португалии, или в Италии, или в других странах они тратят, тратят, это не всегда так, честно говоря, но в принципе по разным налоговым системам можно и так это воспринимать. Поэтому для того, чтобы как-то избежать не всегда необоснованные полемики, вот, надо, чтобы ресурсы, поэтому налоги были как-то гармонизованы. И это как раз является и вопросом касательно расположения фирм в совершенно разных стран, именно в определенных европейских странах, где налоговая система более для них выгодна. И поэтому вот здесь некоторые, особенно в Италии я говорю про Фиата, разные очень крупные промышленные фирмы, которые решили в последние годы просто перемещать свой налоговый адрес в Голландию, вот, например. понятно, что там более выгодно, потому что система налоговая другая ниже, пожалуй, эффективнее, что не очень сложно касательно итальянской системы, которая, к сожалению, не очень хорошо работает, но тем не менее, в конце концов, это откуда деньги для здравоохранения или других социальных служб. конечно, всего из этого. Поэтому, когда будет объединенная система по всему, желательно, Европейскому Союзу, то можно и будет об этом говорить, я думаю, об объединенной социальной и по здравоохранению системы. Спасибо, Андрей Тимофеевич Славович. Вы знаете, я думаю, что коллеги исчерпывающие ответили на этот вопрос, тут дополнение не нужно совершенно. Хорошо. Вы знаете, был комментарий у нас в чате от нашего участника, от Артура КПК, вопрос нашему польскому коллеге, в чем различие между проектом Междуречи и проектом Вышеграда, того, что в первом будет выше количество стран-участниц. Рафал, ты мог бы, пожалуйста, прокомментировать? Да, конечно, спасибо Артуру за вопрос. Вышеградская группа, то есть, вот, сходство между этими двума формами интеграции, это таково, что у них есть очень долгая традиция, а различия таково, что вот Вышеградская группа была образована с целью вступления сначала трех, потом четырех государств, Польши, Чехии, Словакии и Венгрии в НАТО и Европейский Союз. И после 2004 года, после вступления этих государств в Евросоюз, даже вслух рассуждалось о распуске этого формата интеграции. Но оказалось, что вот эта площадка является отличной формой представления своих интересов на форуме Европейского Союза, интересов этих четырех государств. А Троеморье это проект выходящий по-за, выходящий за рамки Европейского Союза. Он более европейский. там в этот проект входят, то есть как Вышеградская группа это проект связанный с ЕС. Изначально в 20-м, в 21-м веке это проект связанный с ЕС. Так Троеморье он выходит за пределы Европейского Союза. Он пан европейский. Он более, он не так сильно связанный с ЕС, как таковым. Я не знаю, конечно, какие намерения политтехнологов или вернее самих политиков в Варшаве, которые попытались возродить этот формат. Может ли это быть попытка создания какой-то альтернативы для Европейского Союза? Конечно, может. Конечно, может. В случае резкого кризиса в Европейском Союзе эта площадка может быть формой какого-то, как говорится, варианта Б для ЕС. Не знаю. Посмотрим, увидим, как говорится. Но вот в этом различие. Вишеградская группа работает только в рамках ЕС. А Троеморье выходит за его пределы. Вот. Спасибо. Спасибо большое, Рафл. Уважаемые эксперты, участники. Мы подошли к окончанию дискуссии, очень подробно обсудив все вопросы в течение двух часов. Огромная вам благодарность за участие, за очень исчерпывающие выступления и ответы на все вопросы. Мы всегда признательны вам за вашу готовность и за желание выступать на наших мероприятиях. Всегда очень рады видеть вас и очно, и онлайн. И очень надеемся на новые встречи, уже, конечно, в живом формате. Александр, Андре, Тимофеевич Славович и, конечно, Рафл, все участники, огромное еще раз вам спасибо за ваш вклад в сегодняшнюю работу. Мы обязательно сохраним дискуссию, ее можно будет переслушивать на нашем канале в YouTube. Спасибо еще раз огромное. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова субтитров А.Егорова